Всем привет! Это очередной выпуск новостей с канала Важного Кота, который, как я думал, будет весьма-весьма коротким. Но получилось так, что вовремя выпустить данный ролик я не смог и пришлось немножко его отложить, в связи с чем в него вошло гораздо больше новостей, чем за одну неделю. Хобби Бункер продолжает показывать своих сборных роботов, а также сборные деревянные укрепления, точнее дома, для настольных баталий в мелком масштабе. Напомню, что и то и другое можно приобрести в интернет-магазине Хобби Бункера. Компания войны и битвы, у которых наконец-то вышла в продажу русская конная дружина, та самая, которая была показана в предыдущих выпусках, и теперь этот набор разбит на два и продаются они отдельно. Оба набора пока что продаются, к сожалению, без коробок. Старшая дружина, по недавно введенной традиции от воинов и битв, выполнена в VIP-цветах бронза и медь по 600 рублей за набор, коллекционные цвета зеленый и синий 530 рублей за набор и стандарт красный и серебро по 450 рублей за наборчик, а также младшая конная дружина. Также войны и битвы показали будущее пополнение одиночных фигурок, трактирщик и служанки. На данный момент подобные миниатюры пока что выпускаются только в Смоле, и поэтому стоят достаточно дорого 250 рублей за фигурку. Помимо этого, ассортимент магазина данного производителя пополнили несколько наборов. Белая гвардия, драконы и неандертальцы. Все это уже доступно к покупке, но, к сожалению, только в Смоле. Соответственно, и цена здесь гораздо выше, чем для миниатюр в пластике. Для тех, кто не хочет ждать, можете приобретать уже сейчас, но, по словам производителя и его представителей, эти же наборы будут доступны в последующем, уже в пластике, но когда точно, никто пока сказать не может. По всей вероятности, кроманьонцы, которых войны и битвы анонсировали до этого, тоже в начале будут только из Смолы, что, опять-таки, значительно удорожает стоимость. Лично для меня не совсем понятно, но также войны и битвы выложили эскизы набора животных. Бизоны. Эскизы выполнены в цветном варианте, и вполне вероятно, что это будут фигурки из фанеры с покраской. Немного новостей от Альянса Свободных, которые представили третьего бойца ОПГ, бродяга, от Азиза Аминова. Все же, похоже, что формируется самый настоящий отряд. Мастерская Берсерка читалась о начале рассылки предзаказа. Коты, бронзовый медведь, а также Эллада начинают разъезжаться по своим владельцам. А тем временем Горыныч Пласт продолжает работу над проектом Ермак-4, итогом которого станет выход набора из четырех фигур бойцов Ермака, созданных при помощи подписчиков, которые могут голосовать и предлагать свои идеи. Также длится работа над набором золота скифов для солдатиков ЛАД, и, между прочим, были уже показаны первые отливки данного набора. В интернет-магазине корпорация Фэнтези очередной предзаказ на технолога. Это будут легендарные пальмы, которые были в наборе Битва за маяк, а также в ряду других наборов от технолога. Предлагается на выбор сразу два варианта пальм. Будут различаться цвета листьев этих растений, зеленые и красные. Также на предзаказ были выдвинуты отряды Цунами и Нептун в новых цветах. Цунами – бежевый, Нептун – бронзовый. Помимо этого, ожидается поступление не-технолога в ближайшую неделю. А между тем, в московский интернет-магазин Soldark поступили чиби мыши-принцессы, которые уже окрестили двор мышиной королевы, пушки, стилет и экзекутор, а также лорды и советники в зеленом полиэтилене. Также в магазине Soldark можно прикупить чиби-коллекцию 2020, куда войдут практически все последние вышедшие от технолога чиби-миниатюрки. Компания Просто Тойз запускает конкурс, подробнее о котором можно узнать непосредственно в группе Просто Тойз, либо в Инстаграм данного производителя. От себя отмечу лишь только то, что в конкурсе смогут участвовать люди, у которых есть Инстаграм, а также у которых в городе есть сеть магазинов ОК, все остальные, к сожалению, пройдут мимо. Хотите поподробнее, заходите в группу Просто Тойз во Вконтакте, переходите в Инстаграм производителя и знакомьтесь с правилами. Но помимо этого Просто Тойз сообщает, что серия фигур по мотивам вкладышей Love Is поступили в продажу на официальном сайте. Также были продемонстрированы эскизы новых фигур для серии Просто Питомец. Это будут бычки. Ранее в рамках серий были разработаны драконы и птицы. И еще одна хорошая новость для любителей зарубежных мультфильмов. Просто Тойз на заказ изготавливает фигурки по мотивам холодное сердце, которые в последующем будут продемонстрированы в группе. На подходе новинки от солдатиков Публия, индейцы, которых будут отливать в так называемой резине, подозревая, что это гибкий пластик наподобие того, из которого льют своих солдатиков пластик-платун, а в последнее время и хобби-бункер. Также на сайт интернет-магазина были добавлены викинги и теперь доступны к заказу. Приказ солдатики Алексея Писарева рассказывает о своих новых фигурках, понемногу описывая элементы их биографии. И если вам интересно, можете перейти по ссылке в описании и ознакомиться с историей французских легионеров, составляющих данный набор. Солдатиков лад можно было бы отметить тем, что на данный момент у них можно приобрести воинов древней лады, плоская миниатюра в ограниченном бирюзовом цвете. Спасибо Горынычу Пласт за напоминание об этом факте. Скульптор Альянса Свободных Сергей Новиков в рамках своей мастерской показал работу над новой фигуркой. Судя по всему, это персонаж комиксов Марвел. Женщина-симбиот либо Крик, либо Агония. Будем следить за развитием событий. И еще одна мастерская Сварог. Влада Бронника, тоже участника Альянса Свободных, продемонстрировала весьма интересный и недурственно выглядящий, я бы сказал, террейн в виде овощей. Да, вот так внезапно. Однако все это в миниатюре выглядит очень хорошо. Что ж, это все новости. За прошедшее время будем пристально следить за всеми и с интересом наблюдать за развитием событий. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.